Ураган прошел по территории Лухского, Вичугского и Юрьевецкого районов. Вот так после разгула стихии выглядела дорога на Юрьевец. Деревья вырвала с корнями и повалила на трассу. Автомобилисты вынуждены были ехать по одной полосе. Без электричества остался 21 населенный пункт. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий незамедлительно. По словам главы Юрьевецкого района Сергея Жубаркина, в Юрьевце электроснабжение восстановлено. Сейчас специалисты выезжают по индивидуальным заявкам. Меньше всего повезло жителям деревни Песцова Новое, Вичугского района. Они стали свидетелями смерча. Крыша была замечательная синяя из профнастила. Унесло за 600 метров. На дорогу. Вообще в разные стороны разняло. Ад и апокалипсис. Так жители описывают стихийное бедствие. Срывало шифер и доски, падали бетонные столбы. Осколки деревьев и мусора летели в окна. Повредило автомобили. Это было часов в пять, наверное. Вечера. И всего длилось минут пять. Я, блин, я не такой вообще. Но я понял, что холодный и жар, и теплый воздух сошлись. Вместе, да. Закрутило. Информации о пострадавших пока нет. По данным областного управления МЧС, в деревне частично разрушены 14 домов. Уже в выходные на место выехали активисты Народного фронта. Мы обнаружили здесь пенсионера, ветерана труда, малого Владимира Федоровича. Ему 74 года. На крыше у него отсутствует шифер. Взяли мы это дело под контроль. Будем помогать ему с восстановлением. Активисты планируют организовать сбор помощи. Постоянно в деревне проживает шесть семей. В основном это именно пожилые люди. Остальные дачники. Как рассказали в администрации Вичугского района, по состоянию на утро понедельника электроснабжение в деревне почти восстановлено. Пострадавшие от стихийного бедствия могут обратиться в поселение за материальной помощью. Правда, ее размер не превышает 10 тысяч рублей.